Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 а в остальном 200 меня все устраивает этот экземпляр полуторагодовалый тестовая машина ощущает себя в прошествии такого времени в принципе неплохо и никаких посторонних шумов вибраций я здесь не ощущаю то есть место в принципе служит и даже по отзывам многочисленных клиентов до их интернете вы можете найти великое множество да есть какие-то там нюансы по мелочи но такого чтобы машина разоряла или оставляла неприятности своим обладателям нет в целом нет если при разгоне не выкручивать мотор более 4000 оборотов его шум уже не такой назойливый какая-то такая звенящая хрипотца появляется после трех с половиной тысячи воротов еще лада веста радует управляемостью и четко настроенным ролевым механизмом все-таки это первый экземпляр автоваза которого рулевая рейка закреплена не на моторном щите а нормально на подрамнике поэтому ехать на вести в поворотах и не скажу что прям великое удовольствие но просто автомобиль радует собранностью слаженностью точностью реакции и адекватной связью на баранке которая также оснащена электроусилителем пирожа хочется услышать как визжат или шуршат шины при этом автомобиль абсолютно понятен в своих повадках своих реакциях крены опять же вообще не критично не такие информативные чтобы понять насколько загружен автомобиль в поворотах в общем среди всех моделей автоваза веста просто самая такая европейская по характеру она самая добротная и адекватная чувствуется что двери равон r2 пусть ненамного но все-таки чуть короче проема уже поэтому посадка проходит не так легко наверное по качеству сборки и отделки салона равон р4 уступает вести потому что здесь вот зазорчики между матовым и глянцевым пластиком так немножко не пляшут не бьются здесь вот зазорчик неровный между этой нишей ну и кроме того сам интерьер такой не блещет новизной напомню что равон р4 рожденный как шевролет кобальт выпускается уже шесть лет выпускается в разных странах на разных заводах и опять же вот это вот возраст этого автомобиля имеет свое отражение в плане комплектации то есть в базовой версии здесь всего одна подушка безопасности даже на передних дверях стекла с механическим ручным приводом тем не менее есть электропривод обоих зеркал боковых кроме того равон р4 в принципе не оснащается системой стабилизации есть только abs и конечно если мы говорим о каких-то дорогих версиях то от равон р4 вы никогда не получите ни крутой мультимедийной системы с навигацией и камерой заднего вида кроме того здесь пока еще нет нотки экстренного вызова аварийных служб далее если говорить о посадке за рулем тоже большой нюанс вот это вот самое низкое положение переднего кресла то есть ниже его установить невозможно можно только поднять поднимаясь она немножко выдвигается вперед слегка меняется угол его наклона и получается что в самом нижнем положении я сижу как за рулем джипа какого-то высоко на то есть до потолок высокий я не упираюсь но вот капот передняя панель руль все это как-то низко расположена тем не менее сидеть удобно если говорить о регулировках рулевого колеса то его можно установить только ниже то есть вот это вот удобно и для меня положение это максимальное и по вылету руль не регулируется кресло сиденье кресло напоминает именно что сиденье то есть она мягкая вот смотрите как прощупывается и то же самое вот здесь вот на сидушке чувствуется такая пружинящая мягкость а вот спинка сиденье у равон р4 неудачная то есть у нее это профиль выталкивающий в районе поясницы удобно вот плечах какой-то выталкивающий как-то подголовник расположен далековато неудобно на него голову располагать кроме того еще парня по которым равон р4 уступает вести ну такие чисто эргономически и на одной двери нету удобных полноценных дверных ручек есть какие-то выемки причем выемки вот подхват они расположены как-то близко к центральной стойке есть проема поэтому открывая дверь как-то и тянуться к ним приходится и когда закрываешь вот так вот отклоняешься бардачок здесь меньше хотя есть какие-то ниши для дополнительные ниши для мелочей вот здесь вот перед пассажиром переднем и вот здесь какая-то ниша для таких не сильно прыгучих вещей ну и в целом все поедем оценим каков равон р4 на ходу и напомню анонсирую что отдельный рассказ мы посвятим тому как работают подвески обоих автомобилей на неровностях обзор назад у равон р4 может быть чуть-чуть похуже чем у весты в первую очередь из-за того что зеркала поменьше да и даже кондиционера нет базовой комплектации равон р4 такая вот суровая машина сразу отмечу что конекты вибрации шорохов от трансмиссии до в равон р4 меньше чем вести шума от колес субъективно побольше подлокотника нет берется не на что то есть только левым локтем водитель напирается на конечно субъективной точки зрения место разгоняется более бойко менее натужно равон р4 как будто тяжелее килограмм на 100 150 вот рычаг коробкой передач как будто приятнее работает и ходы не такие размашистые на если разберется ключевая мотор до 3000 оборотов то здесь все-таки шумнее чем вести мотор шумит громче и звук выхлопа такой басовидый более явный приборная панель с цифровым тахометром конечно на любителя на мой взгляд на вот в таком простеньком и бюджетником седании выглядит как-то немножко вульгарно то есть но смысл угородить надо что-то более строгое целом читаемый спидометра у меня никаких нареканий не вызывает интересно как же поведет себя равон р4 на виражах на крены такие что со всех сил стараешься удерживать себя положение упираешься левым коленом в водительскую дверку только чтобы не крениться но при этом информативности на баранке особо никакой нет но даже вот на мокром асфальте передняя ось практически не скользила да и не было намеков на скольжение равон р4 так хорошо упирается колесами в асфальт в вираж но конечно удовольствие от этого никакого нет такого ощущения плотного автомобиля плотного в плане плотной подвеской которая не допускает кренов и не отвлекает внимание водителя от скорости в вираже то есть тут первое ощущение надо как-то парировать клиент парировать тот момент что ты вываливаешься из сиденья в общем шалить в виражах равон р4 не мотивирует так что в целом если говорить о равоне то машина не дарит таких ярких драйверских впечатлений как лада веста здесь нет шума от трансмиссии такого подвывания при этом мотор работает шумнее и чтобы я хотел исправить лучше так это сделать посадку удобнее то есть хотелось бы сидеть ниже глубже ну и мотор хотелось бы более бойкий и тяговитый неснотажница субъективно тут не велика но она есть чувствуется веста как-то энергичнее кроме того по равон р4 его кузену шевроле кобальт уже полным-полно отзывов владельцев ничего криминального опять же они не сообщают есть такие мелочи которые связаны не слишком качественной или там тщательной сборкой то касается салона ну где-то там что-то поскрипывает слабо закреплено там крепеж отваливается если нюанс по двигателю проблем не вызывает мотор ведет свою дословно от одного китайского предприятия и пожалуй такой важный момент по нему это то что двигатель не оснащен гидрокомпенсаторами и требует регулировки тепловых зазоров клапанов ну где-то тысяч сто сто пятьдесят еще такой нюанс по равону заключается в том что сеть сервисных станций совсем не такая широкая как сеть сервисных станций лада и некоторые запчасти на этот автомобиль если говорить там в каких-то крупных вещах типа сцепления обходится все-таки дороже чем на весту дорога ладанная перелатанная битые перебиты я за скоростью 55 километров в час сам делю в равон хорошо просто едет просто хорошо хорошая подвеска держит удар очень здорово смягчает неровности ухабы крупные ямы не объезжаю тряски никакой все плавненько комфортненько и главное машина едет так цельно сбито плотно ну как плотно такая хорошая плавность хода в общем сохраняется тряски никакой место конечно приятнее по посадке педалям эластичности двигателя по неровностям лада веста едет мягче а вот если в равоне это как бы не чувствуешь жесткости не чувствуешь расхляпанность но при этом присутствует какая-то такая небольшая вертикальная вибрация ну практически не раскачка просто такой пульс дороги то вместе и этого пульса дороги нет машина как будто пролетает над неровностями как будто и даже колесами не касается и в конце этого неровного участка где я торможу равон чуть-чуть жестче начинает ехать но подвеска смыкает заход амортизатора становится короче и пружин а веста сохраняет ту же самую плавность так что ну скажем так разница в плавности хода не очевидная но однозначно возможности подвески лада весты в том чтобы сглаживать неровности получше чем у равона так лада веста во всех версиях оснащается системой стабилизации которая все время работает и провоцируй место будет ехать туда куда направлены передние колеса еще раз напомню что система стабилизации отключается и не работает только на скорости до 50 километров в час и плюс все таки настроенные хорошо настроенные шанси место дает свои плоды хотя вот на первой фазе когда маневрируешь объезжая препятствие чувствуется что задняя ось так очень интенсивный ярах сдвигается в сторону то есть уходит за нос буквально это наверно сантиметров на 15 но тут же система стабилизации просыпается и очень мягко этот занос парирует посмотрим как ведет себя равон так равон r4 системы стабилизации не оснащается в принципе высоченная посадка за рулем ближе это все проявит себя за рулем занятно занятно то есть как я уже и говорил на вираже на такие машина очень хорошо упирается держится передней осью за асфальт и задняя ось тоже не теряется в том плане что и не стремится выйти за нос машина скользит наружу поворота причем это последнее что она делает она старается равон р4 старается изо всех сил ехать в ту сторону в которую смотрят колеса туда куда его направляет водитель то есть никаких страшных ситуаций там с заносом с носом с каким-то отрывом колес вообще не происходит то есть машина абсолютно понятная только крен немножко пугает рулится и держится на дороге это тот случай когда тут редкий случай когда инженеры не забили на настройку подвески а настроили ее так как следует система стабилизации равону р4 прям так остро не необходимо он вполне справляется без нее не пытается сделать чего-то страшного при объезде препятствия если снова крицей ну вот блин как же плавно уходит за нос на этой машине реально можно молодых водителей обучать то сейчас я проехал и при объезде препятствия сбрасывал газ и вот тогда уже равон р4 начинает уходить за нос она делает это так аккуратно так плавненько как будто не хотим извиняется извините ну вот я вот тут вынужден уйти в занос и очень-очень послушная машина оказалась травон конечно не сильно азартная но послушная и понятно и безопасная что тут шасси р4 реально приятно удивило да то есть занос прекращается тут же когда чуть-чуть чуть-чуть самое малость добавляешь газ и все равон р4 тут же стабилизируется удивило меня это шасси задние двери равон р4 широченные проем широкий не зауженный внизу поэтому садится удобно и садится удобно еще потому что задний диван установлен высоко то есть не плюхаешься на него вниз так приземляешься как практически как на стол тоже из удобств для задних пассажиров могу назвать такой огромный подстаканник принципе до подстаканников переднего ряда можно дотянуться заднего подлокотника нет как и во всех машинах б-класса удивительно что нету плафончика для пассажиров заднего ряда подголовников этой базовой комплектации всего два но они утапливаем и поэтому не нужно с ними морочиться когда раскладываешь сидение заднего ряда увеличив объем багажника посадка сзади в целом удобная благодаря все той же высоко установленной сидушки заднего дивана однако хотелось бы как-то наклон задних спинок увеличить запас по колениям нормальные ну где-то сантиметра 4 5 это кресло отрегулировано под мой рост 182 сантиметра ну и в целом сзади просторного воздушно головой упереться в потолок практически нереально если только вытянуться и сделать это ну и в целом так задний ряд аккуратный в плане обивки но немножко бедненький потому что тут просто глазу не за что зацепиться правда есть даже в базовой комплектации на спинках обоих передних кресел есть карманы для мелочей передние сиденья установлены высоко под ними полным полно места для обуви стопы хорошо пролазит в принципе задний ряд вольготный только я бы наклон спинок увеличил так ну что ж по удобству посадки на задний ряд я думаю паритет у веста тоже проемы широченные не зауженные так сразу чувствую что касаюсь макушкой потолка тут он явно ниже чем в равоне однако сразу ощущается что наклон спинок более удачный то есть уже вот поясница разгрузилась то есть на спинку удобно опираться прислоняться к ней диван задний установлен пониже однако его как-то длина получше длиннее но в целом я бы хотел да все-таки приподнять чтобы он был повыше как у равона запас место на уровне коленей но может быть на сантиметр меньше тут чем в равоне r4 и удивительно но для пассажиров заднего ряда веста предлагает ничего только вот потолочные ручки потому что подстаканников никаких не посередине не в дверях ничего удивительно как же так значит сиденье тоже отрегулировано под мой рост место для ног для стоп в обуви под ним меньше чем в равоне я думаю это не критично тут если только каких-то там валенках сесть тогда уже почувствую что они с трудом пролазит помещаются под передние сиденья так в целом также просторно уютно отлично ну из нюансов высота потолка на заднем рядом даже не знаю все-таки хотелось бы вот для взрослых пассажиров чуть-чуть потолок следовало бы приподнять так багажник весты открывается либо из салона кнопкой либо через личинку либо дистанционно с брелока вот надо долго держать открывается объем 480 литров багажник аккуратный с широченным проемом значит в подполье запаска есть место для каких-то мелочей единственный нюансик что вот эту вещь конечно не мешало бы закрепить потому что она иногда на кочках слышно как постукивает и гремит спинки заднего ряда удобно складываются с салона причем подголовники снимать не надо они утапливаем утопил потянул за грибочки фиксаторы сложил правда образуется порог порог ровного пола нам не видать еще из таких приятных мелочей обивка хоть не полная частичная но есть ручка за которую удобно схватиться и закрыть багажник точно так же когда мы его открываем можно вот здесь вот за ручку молдинг взяться и открыть багажник уравон на этот счет другая точка зрения мравон просто удивительная машина удивительно тем что багажник можно открыть значит дедовским способом тоже через личинку либо с брелока короткое нажатие открывается и так как же нам его открыть приходится поддевать вот здесь вот за край потому что ну никакого там подобия ручки нет забегая вперед скажу что здесь ручки нет никакой и на самой крышке багажника более того вот все вот эти грани которые типа ручки они острые как-то в том в торопях можно там поцарапаться опять же никакой шумоизоляции здесь нет хотя уравон р3 напомню полная шумоизоляция крышки багажника объем багажника здесь еще больше по данным производителя 545 литров но как-то визуально я в это не верю или верится по крайней мере слабо подполье багажника запасное колесо на штампованном диске и весь инструмент лежит под колесом и багажник собственно спинки заднего ряда складывать точно так же как у весты утопил подголовники потянул уложил получил результат пол со ступенькой со ступенькой образованной спинкой заднего ряда что же подводим итоги если говорить об ощущениях и каких-то объективных моментах то безусловно побеждает веста этот автомобиль современнее приятнее на ходу приятнее в мелочах и он даже на ходу ощущается больше иномаркой чем вот этот вот равон и к тому же у нее больше современных опций за которые не нужно доплачивать однако есть нюансы во первых в беларуси веста дороже гораздо дороже это нивелирует ее преимущество перед равоном во вторых если вам нужен автомобиль двухпедальный с автоматом то я сомневаюсь что проголосовал бы за весту с ее роботом а вот равон же предлагает вполне современный шестиступенчатый автомат классической конструкции и мне кажется это более предпочтительным вариантом в любом случае делать выбор покупателям а вы делитесь мнениями в комментариях как вы думаете какая же все таки машина лучше на ваш взгляд